В этом видео я покажу вам секретное супер упражнение, особо эффективное для формирования круглых плеч, без химии. Даже с 2005 по 2012 год, даже когда мне на помощь пришли космические астероиды, я не мог сделать свои плечи достаточно круглыми в верхней части. Потом я понял, что секрет крутых, как пушечные ядра плеч, это специальное упражнение на массу в верхней части среднего пучка. Некоторые теории говорят, что локальный рост участка мышцы невозможен, как, например, с одним из пучков бицепса, и я с этим согласен. Но моя практика показала, что есть упражнения, способные добавить участок плеча локально, сделать его как пушечное ядро. То есть в случае с дельтой такие упражнения существуют. Это проверено на 100%. Ходят мифы, что круглые плечи – это только результат употребления той или иной химии. На самом же деле это все отмазки от людей, которые не умеют качать круглые плечи. Я встречал огромных качков на химии, с огромной грудью, бицепсами, и все равно с покатыми плечами без средних дельт. Мариуш Пудзиновский – хороший пример человек, который занимается с поддержкой фармакологической, большими весами, базовым тренингом. Плечи качал тоже базовыми упражнениями, но без специальных упражнений на средние пучки дельт. Мы видим, как его плечи отличаются от плеч бодибилдеров, у которых даже мышечная масса меньше, а плечи более круглые, раскачанные изолирующими упражнениями больше. Секрет, как я уже говорил, в том, что при тренировке с жимами плеч на среднюю дельту идет только косвенная нагрузка. Надо сделать так, чтобы на среднюю дельту шла прямая нагрузка. Но есть еще одно упражнение, которое не просто прорабатывает средний пучок дельты, создаётся впечатление, что оно прорабатывает верхний отдел среднего пучка дельты. То есть дельта как будто становится квадратная. Она прямо здесь углом начинает вылезать. С научной точки зрения накачать отдельный пучок той или иной мышцы невозможно. Мы не можем качать один определенный пучок, например, накачать низ или вверх бицепса. Но почему-то со средним пучком дельты мы прямо на практике сразу видим, как тот участок средней дельты, который никогда не выпирал при выполнении других упражнений, от этого упражнения начинает выпирать. Вам нужен пояс от кимоно. Раньше я показывал это упражнение с канатом. Теперь берём обычный верхний блок и опускаем его максимально низко. Пропускаем через нижний блок. Вот, пропустили. Теперь вам надо так взять этот пояс, чтобы вы тянули вот этой частью, ребром ладони. Как бы мизинцы должны быть вверх. К сожалению, другие упражнения не заменяют это. Не дают такого эффекта. В идеале вам нужен напарник, чтобы вы могли дотянуть только сюда. И тогда дальнейшее движение должно осуществляться с помощью напарника. Вот сюда уже. Довольно большая амплитуда. И с гантелями такая амплитуда бесполезна, потому что нагрузка переносится на трапециевидную мышцу. Но в этом упражнении вы чувствуете, как у вас работает прицельно средний пучок дельты. Вверх и с помощью напарника, который держит вас за руки, до конца. Вверх и до конца. Вверх и до конца. Вверх и до конца. Вот такая техника. И выполнив это упражнение, вы видите, что плечо меняет форму. И как бы появляется полочка. Появляется уголочек. Прошу прощения. Еще в эту камеру покажу. Видно, что плечо изменило свою форму просто на глазах. Вы скажете, это просто запампил. Но почему гантелями или штангой так запампить невозможно, чтобы вот эта часть заработала. Чтобы плечо стало больше выпирать. Только это упражнение дает такой эффект. Мне все равно, как это объясняется с научной точки зрения, главное, что это работает на практике. И плечо от лета выглядит совсем не так, как у другого, будь то натурального или химического спортсмена, который тренирует плечи как попало. Просто жимами, тягой к подбородку и все. Сейчас вариант с помощью напарника. Берете такой вес, чтобы вы сами могли дотянуть его только сюда. И напарник должен очень медленно и очень нежно помогать. Если он будет сильно тянуть, никакого эффекта от упражнений не будет. Вы должны дойти до отказа здесь, зависнуть на секунду и вместе пошли медленно. Давай, 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 давай. Вот медленно почувствуйте, как средняя дельта взрывается. Медленно, медленно, медленно. И вот здесь средняя дельта взрывается. Ты большой противник того, что можно воздействовать на участок мышцы изолированно. Но ощущения локализуются в определенном участке мышцы. Именно этот участок мышцы начинает развиваться и расти. И памп тоже происходит явно, локально, совершенно в другом участке мышцы. И с Женей, и памп перемещаются именно на тот участок, который нас интересует. Понятно, что мышцы не растут за счет пампа. Но и нагрузка ощущается в том пучке, который нас интересует. И рост наблюдается в том пучке. А результат по росту дельт ты видел. Не такой, как у теоретиков. Что ты скажешь на это упражнение? И ждите следующее видео. Спасибо, друзья. Если вам нужны какие-то советы, консультации, пишите лично мне. Ссылка в описании к этому видео. Пока, до новых встреч.